Сидел я такой, значит, смотрел, залипал в YouTube, хотел сожрать вот этот замечательный сэндвич. Как мне в Skype начал набиваться Маугли, говорит, слушай, срочно, срочно такое дело. Говорит, знаешь ютубера по имени Фирамир? Я такой, нет, не знаю. Но это, собственно, неудивительно. Человек-миллионник, Майнкрафт, все дела, никто о нём не знает, это в порядке вещей. Так вот, говорит, у него на YouTube сейчас шла трансляция в прямом эфире, вот она. На данный момент там сейчас можно увидеть 7 тысяч зрителей. Я, конечно, немножко приофигеваю с такой цифрой, но, тем не менее, название «Война против хейтеров», ютуберов, предателей, вообще, я не знаю, о чём идёт речь, может быть, творческий кризис, но, тем не менее, как до меня доносит слушок, тот же Маугли мне пишет, что его якобы вообще в прямом эфире подожгли, то есть, квартиру его подожгли. А ещё я полазил по его странице ВКонтакте, там вообще говорят, что ему, родителям угрожали. Кто угрожал, кого угрожал, я, конечно, не в курсе, но то, что его квартиру подожгли. И сейчас тут в чате прям всё это дело разрывается, пишут, что вот всё это подстава, что это там, типа, хайп парень ловит всё в таком духе, или там на самом деле это что-то такое происходит. Это непонятно вообще, нихрена непонятно, и очень бы хотелось даже посмотреть этот фрагмент, но пока что я не вижу, где бы его можно было найти, сейчас я его постараюсь найти и показать вам. Ну, потому что это реально что-то нездоровое, у нас на ютубе такого ещё не было, чтобы прям в прямом эфире человека ещё и жгли. И очевидно, что ему каким-то образом подожгли дверь. Пожарную на улице, пожалуйста, пожарную сюда подвозите, подвезите сюда срочно пожарную, подожгли дверь, у меня дверь горит, там ещё какие-то типы мне не дают выйти, выйти, там горит, а я выйти не могу затушить, быстро подъезжайте. Окей, вы это сами слышали, он, как я понял, он уже вызвал полицию. Да всё, дайте мне выйти, ладно, сейчас пожарники приедут в окрас и арестуют, блядь. Чувак, азлагор, 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 мне сейчас перцем, перцем, баллоном в глаза, они мне ничего не сделали, они мне потушить пожар не дают, они мне кофту порвали, мне пожар не дают, просто потушить, я не знаю, что делать, там пожарники ещё пять минут будут ехать. Чувак, я не знаю, я не знаю, что делать, серьёзно. Блин, ребят, ладно, сейчас подождите, я не знаю, там у меня дверь просто горит, там сейчас пожар идёт по подъезду, я не знаю, что делать, ребят, подождите, серьёзно, я, я, там. Вот это реально жесть. Вы, кстати, если хотите, можете помочь Фиромиру в плане доната, я не знаю, если у него сейчас сожгли ему дверь, то если вы сейчас пожертвуете, ему, например... Сюка, ему, блин, дверь сожгли, а его друзья на донат копят, давайте, ребят, на дверь новую уже собирать, он её ещё даже не потушил там. А, вы, вы, меня сожгли, а-а-а-а, я горю, давайте донатим мне на новый дом, мне льгут, блядь, а я пока перед камерой побегаю. Скептик, знакомьтесь. Я лично сейчас смотрю на этот ролик, я надеюсь увидеть хоть какие-нибудь, знаешь, клубочек дыма там, знаешь, ну хоть чуть-чуть, ну, институт имени Ванамаса. А теперь зайди к нему ВКонтакте, ты сам поймёшь, что это фейк Галини. Да ты че, Маккан, давай посмотри. У него вся стена... Типа хейтеры-хейтеры там, да? Не-не-не, у него там... Во-первых, у него последние только несколько роликов, типа, идёт... Они, короче, решили с Томасом похайпить друг друга просто. Они, короче, объявили друг другу, типа, войну, якобы. Томас, ну Томас, у него есть репутация вот этих фейковых скандалов, которые... Да, и, короче, они объявили друг другу войну. Типа, прям, войну. И, типа, вот, он поставил себе на стримах строку, типа, на сбор войны денег. О, господи. И, типа, когда вот как раз-таки он поставил эту строку и начал собирать деньги и тому подобное, случилось внезапно, и его хату подожгли хейтеры, которые служат Томасу. Фарс. Но? Ммм, если хочешь разыграть людей под видом, что тебе сожги квартиру, ну ты уж сожги квартиру-то, пожалуйста, блядь. Он, японец. Майнкрафт стримил, хату себе специально подог. На, я видел. Да, вот там. Но он еще там ходил-то, знаешь, кофречкой мне так, что-то пытался. Будут просить показать фотографии там, двери подожженные, проводки горящие и тому подобное. Да, мне кажется, ему просто легче потом признаться в том, что это фейк. Или сказать просто, что, а вот я там. А-а-а-а. Ну, это, это, знаете, еще одно подтверждение тому, что это голимый фейк. Что такое? У Томаса на канале недавно вышло видео, пол, две недели назад. Капец, когда ты это все успеваешь смотреть? Он, короче, выкладывал видео о том, что, типа, все, идите нахуй все, я посылаю YouTube нахуй, потому что он мне больше не нужен, у меня дедушка в Германии умер, он был миллионером и оставил мне наследство, и теперь я могу послать всех нахуй вас, моих подписчиков, типа, идите вы нахуй, я вас не наизжу, там. Короче, он всех нахуй послал, короче. А на следующий день я выпустил видео, ребят, вы уже поняли, что это была шутка на самом деле, потому что у меня, типа, ну, такого не может быть, это, типа, я просто так вот, типа, решил всех наебать, типа, и тому подобное, типа, разыграть, и тому подобное. И, короче, ну, если Томас, как бы, такие вещи агрессивно настроенные, такие вот делает, то он просто хочет хайпануться, а с Феромиром они эту штуку вызову, как раз и задумали для того, чтобы просто хайпануться друг к другу. На что люди не пойдут ради популярности? Ну, просто заберешь. Вот это хайп Лёва! Друг убивает другого в квартире, я убил Гранд Леон! Я разыскивать теперь буду, сука, я убил Лёву! вот айфет я даю свой бутерброд блядь блядь хахахахахаха это настолько бредово господи я не понимаю для меня это слишком тупо конечно да мы потому что с тобой кто блин дяденьки взрослые сделано что для детей я не знаю не просто я на их на беде я понимаю что ты такой ну а что это просто это как бы обман собственных подписчиков обман собственных зрителей вымогание с них денег таким образом ты понимаешь ему донатят там сейчас на на какую-то войну и так далее и тому подобное я думаю знаешь что мне хреново у меня солнце вот это долбанное светит мне в лицо мой шар лепит я не могу а еще дай он ведь не думает о том что некоторые люди ведь серьезно это воспримут ну типа эту войну и тому подобное некоторые люди действительно начнут ненавидеть либо его либо томаса он ведь не думает о том что могут быть последствия этому всему какие-то вот он у нас тоже не думал а его теперь биббарановцы пиздят постоянно они реально вычислили где он живет они ему поганят реально там имущество они его отпиздили они на нему охотятся по-настоящему охотятся ты понимаешь мне бы было страшно жить если бы на меня вот так вот люди охотятся начали обдуваверы вот эти вот там ну типа там самого человека который это ну все придумал и сделал он уже ушел от этого оббиванта но я застал это все да а его вот это то что он непроизвольно создал оно живет теперь самостоятельно и теперь оно творит само то есть они это ему делают ванамасу за какой-то там конфликт трехголовавой давности между ванамасом и абдулавером за то что тот короче типа ванамас обещал в свое время рекламу абдулаверу если тот купит видеокарту какую-то и снимет с ее помощью ролик какой-то там и он типа не сделал ему эту рекламу и вот за это ему мстят да это называется черный пиар наглядный пример черного пиара ребятки учим уроки ну так вот это знаешь даже если это и фарс и обман какой-то со стороны вот этого ванамаса нет ванамаса именно то это настолько реалистично выглядит ну то есть он прям реально избитый то есть у него там блять прям лицо расквашено рука там повреждена и фотографии у него есть его двери где она просто изничтожена в говнище и тому подобное вот то есть в это еще можно как-то поверить а здесь не знаю если бы ты действительно хотел там сказать что вот у тебя пожар и тому подобное я бы блять камеру эту схватил нахуй показал что у меня там горит что-то или дым идет ну пацаны блять дверь горит нахуй тушил 10 минут ебаный в рот ебаные хейтеры сука они подожгли мне дверь блять пиздец там пожарные идут короче и менты идут надо срочно блять им открывать дверь и все пацаны блять я побежал в нахуй сука не видит но они молодцы за стоит признать они знают не ведитесь на это просто не видит это знаешь по сути цель этого ролика по большому счету смягчить пуканы некоторых людей и развеять опасение опаску куда за блогеров в определенных они это делают с определенной целью и делают это неплохо и можно даже сказать что они молодцы в каком-то плане но остаются те кто в это верит и этот ролик как бы как раз вот думаю направляет ваши раздумья в нужное русло чтобы вы понимали что не стоит обращать на это там уж сильно серьезное пристальное внимание но на этом ребятки все всем спасибо за просмотр если вам понравились эти импульсивные речи байли спасибо ему поаплодируем ну и всем пока удачки не болейте